Всем привет, с вами Юмилия. Давайте смотреть Upvote. Улгарные истории многоязычных людей. К сожалению, я к ним не отношусь, но кто знает, вдруг когда-нибудь я смогу на нормальном, хорошем таком уровне говорить на английском. Погнали! Люди, говорящие на нескольких языках. Были ли у вас забавные случаи, когда кто-то не ожидал, что вы понимаете его язык? Я американец, но немного владею русским. Несколько лет назад я был в Санкт-Петербурге и решил взять билеты на теплоход до Петергофа. Все вывески в киоске были на русском, поэтому я без проблем изучил все цены. Однако, по мне было видно, что я не местный, так что хитрая продавщица решила продать мне билеты в три раза дороже. В ответ на эту наглость я посмотрел ей прямо в глаза и на чистом русском возразил. Но ведь на вывеске четко написано, что один билет стоит X. Видели бы вы ее реакцию, у нее чуть челюсть не отвисла. Рядом сидела ее коллега и ржала во весь голос. Насколько я знаю, это довольно обычная история для России. Для местных одни цены, для туристов другие. А так не только в России, но и в том же самом, например, Таиланде. Я помню, когда мы там были в прошлом году, покупали вкусняшки, блинчик такой тайский на улице, стритфуд. И нам чел назвал одну цену, по-моему, около 100 бат, а местным называл цену другую, около 25. То есть понимаете, какая там наценка была, да? Гуляю с одним другом немцем по Италии и предупреждаю его на немецком. Братан, ты бы так не поливал людей говном, мало ли тут кто-то нас понимает. Рядом с нами идет женщина и добавляет, ага, например, я. У нас возле студенческого городка была одна китайская забегаловка, с которой все говорили на китайском. И хоть я тоже знаю китайский, я всегда говорил с ними на английском, потому что я немного стесняюсь своего акцента. Так вот, обычно я беру у них рис с мясом, но в этот раз у меня уже был готовый рис дома, так что я решил зайти чисто за мясом. Зашел, делаю заказ без риса, даю деньги. Дальше слышу, как кассирша на китайском орет работникам кухни. Эта жирная жопа будет только мясо без риса. Я услышал это очень четко и решил добавить уже по-китайски. Все верно, риса у меня и дома полно. С тех пор мне всегда кладут добавку, и, кстати, за тот заказ у меня не взяли ни копейки. Мы с подругой пытались после синьки добраться до дома, но ехать было далеко, а денег у нас особо не было. Так что мы нашли еще каких-то двух баб, которым тоже нужно было в ту же сторону, и предложили им взять такси на всех. Они согласны, мы вызываем такси, едем. Тут они вдруг начинают говорить по-шведски, не зная, что моя подруга на одну половину финка, на другую шведка. Я тоже, в принципе, понимаю по-шведски, но на тот момент я была такая бухая, что мне на все было пофиг. Вдруг от подруги приходит смс. Они не собираются платить за такси. Я отвечаю, может, стоит об этом сказать водителю? Моя подруга поворачивается к водителю и говорит, пока эти две особы не отдадут половину, вы их не выпускаете. Он понял намек, запер все двери, и им все-таки пришлось заплатить. Я жила три года в Южной Корее, но корейский почти не учила. Но зато в это время я познакомилась с одной англоговорящей кореянкой, которую все считали не местной. Так как она была очень высокая и говорила с сильным американским акцентом, появившимся во время учебы в США и Новой Зеландии. Так вот, когда она пошла доучиваться в международный вуз в Южной Корее, ее преподаватели решили, что она не говорит по-корейски, и поэтому часто прямо при ней позволяли себе оскорбления в ее адрес. Ей было очень не по себе от происходящего, но она не подавала виду и терпела это целый год, пока не... Ужас, это реально ужасно. Остало время выпускного. На выпускном она вышла на сцену, перед которой сидело 800 человек, и на идеальном корейском произнесла свою речь, с которой нежзначай не помнила своим преподавателям, как они называли ее иностранной свиньей. По словам свидетелей, одна из преподавательниц прямо на месте зарыдала от стыда. Жаль, что мне не довелось на это посмотреть. Жаль, что и нам с вами не удалось на это посмотреть, потому что так поступать по отношению к девушке было отвратительно. В 17 лет устраивался в Макдак, мне попался испаноговорящий коллектив, в котором никто не подозревал, что я тоже довольно неплохо владею испанским. Иногда эти ребята позволяли себе очень грубые высказывания в мой адрес на испанском, но я делал вид, что их не понимаю. Так продолжалось до тех пор, пока через несколько недель работы ко мне не подошел менеджер и не сказал мне, что его ценят больше, чем меня, потому что он знает два языка. На что я ему тут же выдал по-испански. Клево, но я знаю три. Чувак просто выпал в осадок, когда до него доперло, что я все это время врубался в их разговорчики. Я наполовину перуанец, наполовину швейцарец, но живу в Перу. По моей внешности никогда не скажешь, что во мне есть что-то швейцарское. Один раз еду в автобусе и слышу, как две швейцарки сидят за мной и болтают о привлекательности латиносов. Вдруг одна из них спрашивает, кажусь ли я ее подруге красивым. Я, не дожидаясь ответа, резко разворачиваюсь к ним и говорю, да, мне вот тоже интересно. Это было так ржачно, выражения их лиц были без сцены, там было все. И стыд, и замешательство, зато теперь у меня две новые подруги. Изменено. Они говорили на швейцарском немецком. Изменено два. Позже они признались, что я им обеим показался привлекательным. Вот это довольно позитивная история, тем более знакомство, при том, что они затем подружились. Я помню, относительно недавно была новость, связанная с тем, что пара американцев решили отпраздновать свою свадьбу где-то в экзотической стране. И дело в том, что все это снималось на видео, и с веселыми, радостными лицами местные жители называли этих людей, американцев, разными всякими пакостными словами, и с улыбкой делали вид, как будто все хорошо. Затем эта пара выложила данное видео в интернет, и как только люди, знающие этот язык, услышали, что там вообще происходит, просто офигели. Вот просто можете себе представить наглость людей и подобный поступок. Мне кажется, это мерзко. Американский экспат в Таиланде. И у меня большая борода, которая привлекает много внимания. Местные жители, не подозревая, что я их понимаю, иногда любят крикнуть в мою сторону, смотрите, обезьянка, обезьянка, хочешь банан? Или еще какую-нибудь гадость. Обычно это просто игнорируют, так как не хочу болтать с ними. Но был один случай, когда я не выдержал. Короче, за мной увязались две молоденькие девочки лет по 14, и просто задолбали меня комментами про обезьянку. Все, бегают вокруг, орут, бесят. Я остановился, посмотрел прямо на них и выдал на чистом тайском. Голубоглазых обезьян не обывают, у них черные глаза, такие как у вас. Их до речи был утерян в служу секунду. Очень жестко, просто жестко это было. И вот мы сейчас послушали почти половину ролика, и многие люди говорят, что терпят. И затем взрываются, и происходит момент истины. Мне кажется, я бы на их месте не смогла. Внимание, моя знакомая учительница по английскому, она преподает в средней школе, пригласила меня в школу на один из ее уроков. Она представила меня ученикам, я поздоровался, сказал, что я из США, и рад поприсутствовать у них на уроке. Дальше моя подруга говорит, ребята, можете задавать ему вопросы на английском? Как вы вообще думаете, какие они, американцы? Какой-то пацан за передней партой решил сострить на немецком. Жирные и топые. Он хотел сделать это тихонько, но вышло так, что его высад услышали все. Училка краснеет, школьники ржут. Я не знаю, что мне делать, и быстро переключаюсь на немецкий. Ты прав, а еще многие американцы говорят по-немецки. От такого нежданчика пацан там чуть не обосрался. В ту секунду он был похож на маленького олененка, который случайно забрел на сцену во время концерта Бейонс. Он действительно думал, что не может такого быть, что американцы понимают по-немецки. Мы с друзьями как-то пошли в торговый центр закупить шмоток. Пока я торчал в примерочной, две работницы магазина стояли рядом и конкретно обсирали меня на испанском. Они были недовольны, что я слишком долго переодеваюсь, называли меня тупым гринго-иностранцем и периодически подкалывали меня, спрашивая на английском, не нужна ли мне помощь. Только они были не в курсе, что у меня испанские корни. Так что, когда я вышел из примерочной и на чистом испанском сказал им, что нет, мне помощь не нужна, они просто сгорели от стыда. Мы с тетей летели в отпуск на курорт. Сидим в аэропорту, болтая между собой на финском, ждем рейс. У тети сломана нога, поэтому она все время в инвалидном кресле. Важная ремарка. Несмотря на то, что мы обе финки, моя тетя уже несколько лет живет в Германии и свободно владеет немецким. Я тоже там немного пожила, но языком владею хуже. Так вот, наконец наступает время посадки. Бортпроводница видит, что моя тетя в коляске и предлагает нам пройти первыми. Рядом стоит недовольная пара немцев и слышно, как муж говорит своей супруге. По-моему, инвалидам вообще стоит запретить летать на самолетах. Моя безбашенная тетка просит меня притормозить. Я толкала ее коляску, разворачивается к этому мужику и отвечает на идеальном немецком. Простите, сэр, но ни один перелом не способен лишить меня отпуска. А то, что вы сказали, это очень оскорбительно по отношению к инвалидам. Мне искренне жаль вашу жену хорошего полета. Не пророня... Мне искренне жаль всех его близких. Как можно находиться вообще рядом с таким мерзким человеком? Ни слова, мужик покраснел и отвернулся. Его жена была в шоке. Хоть я и испанец, однако по моей внешности так не скажешь. У меня светлая кожа, светлые волосы и зеленые глаза. Когда я жил в Лондоне, я неоднократно попадал в забавные ситуации. Моя любимая, это как я однажды ехал с работы на метро. Короче, в тот день был большой футбольный матч. Челси-Барселона. И я оказался в метро с парочкой фанатов, которые ехали на игру. В какой-то момент метро резко остановилось. Я не удержался и немного завалился на одного из них. И так как я не знал, что они испанцы, то извинился перед тем парнем на английском. Едем дальше. Он уже минут пять на испанском смакует эту ситуацию. В ход идут фразы типа «Лучше бы этот жирный конч ебнулся на пол». Вскоре мы подъезжаем к их остановке. Они выходят из метро, все еще прикалываясь надо мной. И я на чистом испанском кричу им вслед «Отличные игры гаммаевы». Челы в шоке. Дверь закрывается прямо у них перед носом. Боже, я от этого потом еще, наверное, неделю кайфовал. История моей мачехи. Нана росла в Японии, говорит на японском, но выглядит как белая итальянка. Нана всего на четверть японка и вообще не похожа на типичных жительниц стран Азии. Один раз она решила устроить своим подругам небольшой девичник и взяла их в салонный маникюр и педикюр. Женщины, которые работали в салоне красоты, говорили на японском и в основном обсуждали мужиков, сплетничали и все такое. Но когда дело дошло до педикюра моей мачехи, они резко переключились на нее. Все дело в том, что она не самая стройная женщина и стопы у нее не совсем модельные. Работницы смекнули это и стали стебаться над ней. На японском, естественно. Все хихикали и наслаждались тем, что кому-то повезло с внешкой меньше, чем им. Мачеха сказала, что сначала не хотела никак на это реагировать, но через пять минут непрерывного трэш-тока ее терпению пришел конец, и она наконец ответила им на их языке. Вы знаете, а я и не думала, что в этом заведении обслуживают лишь принцесс. Может, ни слово в слово, но что-то такое. Блин, мне кажется, можно было сказать что-то пожестче придумать. Сутки на лицах работниц резко сменились бесконечным чувством вины. Они извинились на английском и больше до окончания процедуры не говорили ни слова. У меня был один... Блин, не знаю, как я поступила бы на месте этой женщины. Наверное, просто взяла бы и ушла оттуда, не заплатив им, просто приостановив этот самый педикюр, потому что это ужасно, вести себя так в отношении другой девушки. И заранее понимая, что она ничего не поймет, поливать ее говном. Поливали бы они говном ее на ее же языке. И вообще это относится ко всем людям в этом видосике. У них просто смелости не хватит. Это знаете, как хейтеры в интернете, которые пишут гнусные комментарии? Здрасте, если вы вдруг смотрите это видео, а в жизни они тебе этого даже сказать не смогут абсолютно. Забавный случай в Японии. Иду по улице и слышу, о, смотрите, какой горячий, да еще и голубоглазый. Моя самооценка взлетела до небес. Я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на своих обожательниц, а там мелкие 13-летние школьницы, которые выглядели даже младше, потому что азиаты, сами понимаете. После этого уже было не так приятно. Какое-то время жил в Корее. Прихожу стричься, ассистентка парикмахерши усаживает меня в кресло, готовит к стрижке, и я слышу, как она говорит парикмахерши. Офигеть, да он выглядит как младенец. Мне тогда было 22, но я действительно выглядел очень молодо. На что я спрашиваю, кто? Я похож на младенца? Ей стало очень стыдно, и она резко куда-то убежала. Зато парикмахерша узнала, что я понимаю корейский, и мы переключились на него. Я бразили... Это один из таких милых и стыдных случаев, а вот в этом видосе были реально жесткие. Но с ранних лет говорю на английском, так что вполне могу сойти за американца, если не буду слишком много болтать. Как-то раз мне надо было лететь из Атланты в Рио. В аэропорту я познакомился с двумя очень красивыми девушками, которые говорили на отличном английском, и летели со своей мамой. Как я узнал потом, они были американками с бразильскими корнями, и тоже думали, что я просто американец. Мы немного поболтали, обменялись любезностями, и оказалось, что у одной из девушек билет на соседнее место. Потом мы заходим в самолет, я кладу багаж на полку, и слышу, как мама этих девушек говорит им на португальском. Бедняжка, он думает, что я позволю ему лететь вместе с одной из вас. На что я поворачиваюсь к ней, отвечаю, тоже на португальском. Не переживайте, мэм. У меня есть девушка, так что я с огромным удовольствием разделю этот полет с вами. Она такой, и весь полет так и просидела, не прожанив ни слова. Ахаха. Я не особо говорю на испанском, но понимаю все без проблем. Раньше я занимался поддержанными тачками в Хьюстоне, и, как вы уже сами, наверное, догадались, часто сталкивался с испанцами. Они никогда у меня не уточняли, говорю ли я по-испански, потому что я выгляжу как типичный белый, который не знает ничего, кроме английского. Было забавно наблюдать, как ко мне подходили пары, и прямо при мне обсуждали свои схемы по сбиванию цен. Я всегда знал их хитрые тактики, и сколько они были готовы заплатить на самом деле. Я нередко подслушивал фразы вроде «Я попытаюсь скинуть тысячу долларов, но если он согласится хотя бы на 500 долларов, то берем все равно». После того, как мы останавливались на какой-то цене, я ждал удачного момента, чтобы влезть в их беседу и показать, что я понимал их все это время. Как правило, после такого челы всегда отъедевали, и у них на лицах можно было прочитать «Ах, ты засранец!» Эти моменты были просто бесценны. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под... Спасибо огромнейшее за ролик. Лично мне хотелось бы увидеть подобный видос, может быть, с какой-нибудь скрытой камерой или какую-то подборку, потому что реакции людей в момент осознания, мне кажется, были бы, ну, просто шедевральными. И мне прям самой очень хочется поехать в другую страну, чтобы пронаблюдать подобный случай. Кто знает, может, я была бы где-нибудь там в Европе, Америке, и кто-нибудь что-нибудь на русском говорил бы. Представьте, как это было бы угарно. И если вдруг у вас были подобные истории в жизни, можете написать их в комментариях. Думаю, не только я, но и другие ребята с радостью почитают ваши комментики. Субтитры создавал DimaTorzok